Библейский портал экзегет.ру представляет Довольно простая. Ну, все ясно. А вот здесь проблема на проблеме. А своим ученикам, обратите внимание, про блудного сына он рассказал всем то, что просто. А вот ученикам он рассказывает более сложные вещи. А своим ученикам Иисус рассказал вот что. Был один богатый человек, а у него был управляющий. И вот богачу сообщили, что тот растрачивает его имущество. Он позвал управляющего и сказал, вот что я о тебе слышу, сдай мне все дела, ты больше не можешь быть управляющим. Ну, понятно, проворовался, коррупционер, все знакомо. И тот стал размышлять так. Как же мне теперь быть? Господин остраняет меня от управления. Копать землю я не могу. Ну, видимо, и возраст не тот, и навыков физической работы нет. И как бы стыдно ему. А просить подаяния мне стыдно. Впрочем, я знаю, что мне делать, чтобы после отставки люди приняли меня в своих домах. То есть, смотрите, никаких высоких мотивов. Он исключительно пытается выкрутиться в ситуации, где он виноват. Он стал вызывать по одному тех, кто был должен его господину. Одного он спросил, сколько ты должен моему господину? Тот ответил, сотни бочонков оливкового масла. Управляющий ему сказал, забирай свою расписку и сразу же напиши другую на 50. Ну, то есть, в два раза меньше. Бочонки там, это баты. Баты – это 40 литров. Другого спросил, а ты сколько должен? Тот ответил, сотню корзин зерна. Управляющий ему сказал, забирай свою расписку и напиши 80. Ну, то же самое, это уменьшение, правда, на 20 всего процентов, но все же заметное. И господин похвалил этого нечестного управляющего за разумное поведение. Ведь сыны этого мира разумнее в своих поступках, чем сыны света. Ничего себе похвалил. Получается, он его похвалил не за то, что тот, скажем, бедняком отдал часть своего достояния или там, я не знаю, покаялся перед господином в своем каком-то плохом поведении, а, в общем, за то, что он продолжил заниматься коррупцией просто не в свою пользу, а в пользу других людей. Может быть, в этом заключалось хорошее его поведение. Ну, и некоторые говорят, смотрите, он брал откаты, да, распилы, откаты, очень знакомые нам всем понятия, то есть, на самом деле, там и было 80 и 50, а он писал, велел писать 100, а разницу себе оставлял. То есть, он как бы вернул нечестный нажитое. Но здесь ни слова об этом. В притче ничего не сказано о том, что он своей частью поделился. Сказано, что господской. А ведь, смотрите, вот предыдущая глава, она говорила про грешников. И там были такие образы, ну, вот старший сын и младший, который блудный, который потом ушел от отца, да, вот старший в своей праведности, он такой жестковатый, а младший он сначала все забирает, тратит, но зато потом он раскаивается. И вот это продолжение истории про младшего, про блудного сына. Вот блудный управляющий, вот что он должен сделать? А выручить других таких же должников. Вот все должны господину, то есть Богу. Вот нет человека, у которого не было бы никакого долга перед Богом, который все бы исполнил. Ученики это уже явно понимают. И задача облегчать чужие долги. Помогать другим людям, вот облегчить это бремя. И тогда из благодарности они тебя примут. И вот это нравится господину. Некоторые еще говорят, господин на самом деле хотел всем все простить. И управляющий как бы предугадал его решение. Может быть, потому что в притче как раз довольно часто встречается образ господина, который прощает своим должникам. Но дело, конечно, в любом случае в том, что вот иногда у людей есть то, что называется неправедным богатством. А какое богатство праведное? Да, вот какое богатство не сопряжено ни с каким неприятным, незаконным, нечестивым или некрасивым действием? Наверное, бывает, но не уверен, что такое есть. И что делать с неправедным богатством? Я вот что скажу вам. Неправедное богатство тратите на то, чтобы приобрести себе друзей. И когда вы всего лечитесь, они примут вас в вечных своих жилищах. И в этом, отмечает Иисус, сыны этого мира разумнее, чем сыны света. Сыны света – такое горделивое самоназвание людей, только здесь, в Новом Завете, встречается, людей, которые себя считают высокодуховными. Вот в Кумранской общине сыны света – это было, собственно, самоназвание членов общины, в отличие от этих всех. Сыны этого мира, то есть люди, которым важны только деньги, удовольствие, власть, какие-то развлечения, но не духовность. Но сыны этого мира, по крайней мере, в том, что касается своих доходов и трат, они понимают толк. И, значит, неправильное богатство надо тратить на приобретение друзей. Кто верен в самом малом, тот будет верен и в большом, а кто нечестен в самом малом, будет нечестен и в большом. Вот, стоп, так ведь неверный управитель, он нечестен. Как же это он, оказывается, верен в самом малом? Нет ли здесь какого-то абсурда? Но, может быть, здесь верность не в том, чтобы брать и тратить какие-то средства или там раздавать, но верность, ну, не знаю, в том, чтобы делиться с другими, пусть даже не своим, потому что своего-то нету. Потому что что у человека своего? Все в конечном итоге принадлежит его господину. Если в управлении нечестным богатством вы оказались неверны, кто же доверит вам настоящее? Вот, если здесь материальными ресурсами в этом мире вы распоряжаетесь неверно по отношению к милости бога, то кто доверит вам то, которое там? И если в управлении чужим, что принадлежит господину, вы оказались неверны, кто же даст вам ваше собственное? Мне кажется, что вот так можно понимать эту притчу. Хотя, конечно, к ней очень много толкований. Никакой слуга не может служить двум господам. К тому проявят презрение, а к этому любовь, или тому явит преданность, а этому пренебрежение. Вот и вы не можете служить Богу и мамоне. Мамон – это обозначение богатства. В общем-то, это слово, которое обозначало языческое божество. Изначально, но уже стало использоваться как арамейское слово для богатства. Все это услышали и фарисеи, которые жадны до денег, и стали насмехаться над Иисусом. Он ответил им, вы выставляете себя праведниками перед Богом, а Бог видит ваши сердца. Что ценится среди людей, то отвратительно для Бога. И дальше, как бы не из этого места, какой-то не сюда эпизод. Законы пророки – все это до Иоанна, имеется в виду крестителя. А начиная с его прихода возвещается Царство Божие. И каждый стремится пробиться в него. Или иногда, говорят, каждого вовлекают в него. То есть, либо он собственными усилиями туда пробивается, либо его туда привозят. Но к чему это? К тому, что вот эти самые фарисеи, которые жадны до денег, но еще у них особенность в том, что они стремятся исполнить все повеления Ветхого Завета, причем в каком-то сильно устраженном виде. И вот они как раз говорят о том, что вот надо все это исполнять. И Иисус им говорит, да, до Иоанна Крестителя это было самым важным. Но сейчас главное – это Царство Божие. Куда либо человек пробивается, либо его даже тащит. Пробивается мне нравится больше. Так что вот этот ваш подход, он остался в прошлом. «Но скорее уж исчезнут небо и земля, чем пропадет хоть одна буква, одна черта из закона». Закон, тем не менее, сохраняет свою силу, и тут же он комментирует, если кто разводится с женой и женится на другой, тот впадает в блуд. И кто женится на разведенный с мужем, тоже впадает в блуд. Соответственно, вот его даже такое более строгое, чем у фарисеев, толкование закона. Почему именно вопрос женитьбы и развода он берет, не знаю. Но, может быть, потому что здесь все про отношения между людьми. Вот разрушение брачного союза – это тоже же про отношения. Это про то, что человек ищет чего-то для себя, не обращая внимания на то, как тот или та, точнее, с кем он связан этим союзом, себя будет чувствовать. Естественно, сейчас, допустим, мужчина и женщина хотя бы в теории равноправны, но в древности это было, скорее, деянием мужчины, который, значит, хочет что-то себе новенькое приобрести. И дальше, прямо сходу, еще одна притча, наверное, самая известная притча из Евангелия от Луки, но и самая проблемная вместе с тем. «Был один богатый человек, он носил пурпурную одежду из тончайшей ткани, пурпурный такой царский цвет, и каждый день устраивал великолепный пир. А еще был нищий по имени Лазарь. Интересно, что имя богатого неизвестно, хотя обычно как раз имен нищих никто не знает, а имя богачей у всех на слуху, да, светская хроника. Но это уже дает некоторую подсказку. Богач – личность, а богач, простите, функция. Он, конечно, личность, но он здесь как функция, он здесь как просто тот, кто вот в этой светской хронике. А нищий он как личность, которая обладает именем. «Весь покрытый струбьями, он лежал у ворот богача и мечтал поесть объедков, которые падали со стола богача. Собаки подходили и лизали его язвы». Вот общаются с ним только собаки. «И вот нищий умер, и ангелы отнесли его в объятие Авраама». Ну, то есть, объятие имелось там в старых переводах Налона, но вот они как бы в физическом тесном контакте, тем более, что это понимается все как некоторый пир, такой эсхатологический пир будущего века, и они возлежат там, соответственно, он вот буквально голову свою положил куда-то вот на грудь Авраама. Умер богач, его похоронили. Тоже такая параллель. Одного отнесли ангела, а второго похоронили на кладбище. Ну, и все. В аду посреди мучений богач поднял свой взор и увидел вдали Авраама и Лазаря в его объятиях. Он закричал, «Отец Авраам, сжалься, отправь Лазаря, чтобы он смочил в воде кончик пальца и охладил мой язык. Неистерпимая эта огненная мука». Ну, много ли человек, который мучается в огне, получит от одного прохладного пальчика? Это другой вопрос. Ну, хотя бы так. Авраам ответил, «Сын, вспомни, что ты уже получил все хорошее в своей жизни, а Лазарь точно так же все плохое. Теперь его ждет утешение, а тебя страдания. При всем том между нами и вами разверзлась великая бездна. Если кто захочет отправиться отсюда к вам, то не сможет. Да и оттуда к нам никому не перейти». Слушайте, вот здесь догматисты, конечно, выпадут в осадок и выпадают. Во-первых, у нас есть ад и рай до воскресения Христа. Вообще-то, вот традиционное христианское богословие утверждает, что рай открывается с воскресением, ну, или со смертью креста, когда он выводит из могил, соответственно, праведников. Не из могил, а из вот такого как бы отдела ада, где они ожидают открытия рая. Дальше. Между райом и адом, конечно, пропасть, но видимость отличная. Они прям разглядывают друг друга. Ничего себе, да? И более того, вот самая большая проблема. В раю и в аду не по заслугам и не по милости, а в качестве компенсации. Вот человеку положена некоторая доля страданий и некоторая доля наслаждений. Чем больше одного в этой жизни, тем меньше будет следующее. И наоборот. Поэтому тот, кто получил много наслаждений, будет страдать после смерти, а тот, кто, наоборот, много страдал, будет наслаждаться. Вообще, что-то от христианского богословия в этой притче есть? По-моему, нет уже ничего. Почему она в Евангелии тогда? Более того, Иисус ее рассказывает, а не кто-то там в качестве анекдота, да? Давайте дочитаем, потом к этому вернемся. Богач сказал, прошу тебя, отец, отправь его тогда в дом моего отца. То есть они не только наблюдают, они еще разговаривают. У меня есть пять братьев, пусть он обо всем им расскажет, и тогда они не попадут в это место мучений. Ну, богач хотя бы какое-то сочувствие к своим близким проявил. Авраам ответил, у них есть Моисея и пророки, вот кого им надо слушать. Тот сказал, нет, отец Авраам, но если кто из мертвых придет к ним, тогда они покаются. Авраам ему, раз они не слушают ни Моисея, ни пророков, то даже если кто воскреснет из мертвых, это их не убедит. Итак, возвращаемся к вопросу, действительно ли это христианская догматика здесь так изложена, причудливо, очень отличается от того, что в любом катехизисе мы найдем. Да нет, мне кажется, это не догматика. Все-таки притча, вот смотрите, как и то, что у нас было с управителем, начали мы эту главу, читая притчу о неверном управителе, это не о том, как надо управлять имуществом. Да, если вас поставили генеральным директором фирмы, во-первых, немедленно раздайте все имущество владельцев фирмы должникам, ну и тогда все будет хорошо, да? Нет, конечно, это не рецепт. Так и здесь это не догматика. В чем проблема богача? В том ли, что он пиршествовал? Скорее в том, что он нищего не замечал. И, наверное, ни одного лазаря, а вообще, что он жил в собственном удовольствии. И вот за это он живет собственное мучение после смерти. За то ли награды этому самому нищему, что он очень плохо жил при жизни? Может быть, за то, что его не пожалел никто, кроме собак в этой жизни, и тогда там его пожалеют. По сути дела, это притча солидарности. Вот о том, что в этом мире мы живем вот на одной, не просто на одной планете, а в одном физическом городе, да? Вот этот богач и этот нищий, они же сегодня, допустим, там всякие небольшие заборы вокруг коттеджных поселков, или там, наоборот, вокруг каких-нибудь лагерей беженцев, да? И поэтому люди не встречаются. А там вот прям он лежит у ворот этого богача, да? И они вот в одном селении. Один и тот же хлеб один ест, а второй мечтает поесть, да? И хотел бы хоть крошки, которые под стол падают. Там, ну, понятно, такой пир, что швыряют не глядя, или там само валятся недоеденные. Вот, но не дают. И вот будущий мир – это мир, где исправляется все это. Но для одних это на радость, а для других это на мучение. Мне кажется, это вот об этом прежде всего. То есть это о том, что позиция, которую человек может рассчитывать, занять, ну, надеяться занять, назовем это так, в этом будущем мире, она очень сильно зависит от того, насколько он, как и неверного правителя, насколько он делился благами этого мира с теми, кому их досталось меньше. Вот мне кажется, это прежде всего об этом, а не о догматике. Субтитры создавал DimaTorzok